МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По своему опыту прекрасно помню, как каждый раз, принося из роддома маленький сверточек, перевязанный ленточкой, ты сначала с нетерпением ждешь, когда же он, наконец, поползет и пойдет, а уже буквально через год, собирая осколки очередной разбитой малышом вазочки, с ностальгией вспоминаешь время, когда он тихонько сопел в колыбельке и не лез маленькими пальчиками в каждую розетку. Думаю, это знакомо каждому родителю. О том, как оградить малыша от таящихся в квартире опасности, я решила поговорить с опытной мамой. Я могу посоветовать в первую очередь взглянуть на квартиру глазами ребенка и понять, что все, что он еще не видел и что он не трогал, он захочет обязательно взять и пощупать. Поэтому я рекомендую в первый вообще год жизни максимально убрать на высоту метр и более все опасные предметы, про которые ребенку нельзя объяснить, что они могут его ранить каким-то образом. А все, что, ну скажем так, доступно для его исследования, можно оставить. Давайте поподробнее остановимся на крайне опасных для малыша моментах. Итак, проследите, чтобы ребенок не мог дотянуться и стащить на себя такие предметы, как утюг, электрический чайник и прочие электробитовые приборы. Провода лучше спрятать в кабель-канал, так как малыши-ползунки очень любят их грызть, как бы странно это ни звучало. Особого внимания заслуживает плита. Когда вы не готовите, газ лучше перекрыть, если плита газовая. Для электрической плиты тоже лучше установить некий переключатель, недоступный для юного исследователя. Что касается электрических розеток, как правило, они убраны из-за мебель, но те, которые не убраны, в отношении именно розеток есть железное правило. То есть ребенку сразу четко дается понять, что ни при каких обстоятельствах он не трогает розетки, не засовывает туда пальцы и другие посторонние предметы. Относительно плиты я рефлекторно не готовлю на двух ближних конфорках, и максимально, если так уж случается, что заняты все, то по мере готовности еды я переставляю дальше от края. Помимо огня и горячих предметов обратите свое внимание на воду. Никогда и ни при каких обстоятельствах не оставляйте маленького ребенка одного в ванной. Это аксиома, не требующая доказательств. Еще один важный момент – домашняя аптечка. Всех детей привлекают разноцветные коробочки с красивыми таблетками. Уберите все лекарства так далеко и высоко, как только можно. Лично я держу свою аптечку далеко на антресоле. Да, это неудобно для вас, но зато безопасно для вашего малыша. Это же касается всей бытовой химии и ядовитых пищевых продуктов вроде уксусной инсенции. Если у вас есть подозрение, что ребенок все-таки добрался до лекарств и съел одно из них, немедленно вызывайте скорую. Лучше перестраховаться. А вообще, каждой маме стоит навсегда смириться с мыслью, что для ребенка нет практически ничего невозможного. Он может проглотить ваши бусы и разжечь костер на вашем ковре. Утешает одно – этот возраст быстро проходит, а малыша ждут впереди новые и новые исследования. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова